Музыка Не только военно-патриотические композиции исполняют музыканты ансамбля имени Александрова. По словам Худрука, Бориса Борейко, репертуар артиста включает и классику, и эстраду. Чтобы доносить основную патриотическую мысль, ансамбль пользуется самыми разными жанрами. Наша задача – это работа с молодежью. Прежде всего, привлечение молодежи к вниманию молодежи к произведениям патриотического характера. Как вы понимаете, сейчас уже другой мир, другое время. И, естественно, хочется новым языком рассказывать именно про наше вечное и наше классическое. Ансамбль Александрова, приезжая с гастролями в Республике Россия и за рубеж, включает в свою программу национальные песни или танцы того региона, где выступает. Перед поездкой в Абхазию артисты разучили абхазский танец. Так, по словам Бориса Борейко, работает объединяющая силы искусства. Мы всеми силами стараемся, чтобы музыка объединяла. Почему говорят, что ансамбль Александрова – это поющее оружие? Именно потому, что мы не хотим воевать. Мы хотим, наоборот, сложить это оружие для того, чтобы люди просто слушали песни, смотрели танцы. И в этом, в общем-то, наша задача. Артисты ансамбля имени Александрова в Абхазии не впервые. Они любят приезжать в нашу страну. По словам администратора, все дело в радушии и гостеприимстве, с которым их встречают у нас. Артист – это вот вышел на работу, работает, дает нам определенную атмосферу. А все остальное оказывается за кулисами. То есть, человека нужно привезти, накормить. Казалось бы, это все за кулисами, но это настолько кропотливая и огромная работа, от качества которой зависит качество артистов выступления на сцене. То есть, если все это хорошо организовано, соответственно, артист все это дает зрителю, все это в атмосферу суда. Еще раз вам огромное спасибо за теплый прием, за встречу. Я же поделюсь секретом. Как только они узнают, что нужно ехать сюда, каждый рвется сюда. Возьмите меня, ну возьмите, ну возьмите. Потому что настолько теплый и дружественный прием. И все, каждый артист пытается приехать именно сюда. Спасибо вам огромное. Как рассказал Олег Арышба, статус-секретарь, заместитель министра обороны Абхазии, концерт в Гулерибшском доме культуры прошел по просьбе Министерства обороны Республики. Основная цель ансамбля была выступить перед российскими военнослужащими на 7-й военной базе в День России. Наши гости прибыли с концертной программой для военнослужащих Российской Федерации. Они давали праздничный концерт на 7-й военной базе. И вот мы попросили их, обратились к ним с просьбой и для абхазских военнослужащих дать вот такой концерт. Песни военных лет, советские патриотические композиции, классику, народные танцы и современные песни собственного сочинения исполнили артисты академического ансамбля Российской армии имени Александрова в Гулерибшском доме культуры, порадовав абхазских военнослужащих. Мария Анна Котова, Абаза ТВ.